всем большой привет из солнечной греции с вами юля вы на канале вышивки крестом и я вам недавно показывала что я закончила мои подсолнухи мой сэмплер да и после того как или даже в точнее уже к завершению этого процесса в моих мыслях я начала перебирать те дизайны которые у меня начаты которые давно уже стоят и ждут ждут своей очереди я их стала перебирать в мыслях и думать что какой же следующий дизайн я возьму в работу и мне хотелось взять именно из стареньких чтобы как-то уменьшать эту стопочку поверьте это еще не все 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 начатые дизайны но вот это из самых самых старых поэтому я решила что надо надо и уделите внимание вначале я хотела заняться вот таким вот моим домиком это наборчик сделай своими руками вышивка шерстью называется волшебные часы практически половина работы у меня готова то здесь еще будет ну чуть больше половины нужно вышить и все и я думала что я приступлю к этому дизайну но потом все-таки я передумала передумала взялась за другой покажу вам напомню я уже показывала много раз напомните дизайны которые у меня лежат здесь в этих очень удобных папках хочу я вам сказать видите они очень емкие здесь есть объем не спрашивают девочки где покупают в обычном канцелярском магазине это папки для организации бумаг поэтому в этом нет никаких секретов но они мне пришлись по вкусу для организации моих вышивок вот такой у меня есть дизайн ласка по это набор ласка но по дизайну маржелин бастин это дизайн выпускала фирма lanarte начинала вышивать эту работу даже два раза видите вот здесь сначала и здесь сначала потому что первом варианте я неправильно рассчитала и начала не с того угла вот поэтому здесь уже видите у меня есть такое хорошее начало есть гнездышко есть даже три яичко там но больше пока ничего не появилось я вот хотела вернуться к этому дизайну но потом все таки перебил другое очень мне нравится вообще классно так здесь линда 27 свайгорт очень приятная белая канва ну не канва равномер очка да хотелось мне вернуться и вышить этот букет но пока чуть-чуть чуть-чуть еще подождет этот букет просто в такой папке надо будет уже переложить такую побольше папку здесь у меня золотое руно охота на охоте вот такой щенок поинтер у нас есть такая большая собака и зовут его зевс и он очень хитрый собака кстати сейчас его нет он с мужем на прогулке вот все что у меня здесь выше так стать это процессы апреля месяц стартов прошлого года видите и до сих пор у меня их еще много но я вам скажу что я их потихоньку вышиваю эти процессы поэтому они у меня недолгостроя это была такая игра были начаты повышевала я один два дня эти процессы каждый день потом отложила его теперь периодически не возвращаясь беру что-то из начатого вышиваю здесь не требует особого представления и даже показа это дименшинс кто за кем наблюдает шикарный вообще дизайн обожаю обожать их всяких котов птиц и вообще дименшинс конечно он умеет радовать и увлекать нас вышивальщиц своим построением схемы эти полукрестики крестики бэкстич очень интересно вышивает всегда дим тоже мне хочется вернуться к этому процессу ну ладно не буду я уже говорить за каждый процесс что хочется хочется все хочется так здесь здесь совсем мало выше то покажу только картинку здесь шикарный у меня кусок цвайгарта тоже линда 27 каунта обожаю линду здесь мне вот такие зёбры зёбры этот дизайн мне подарила галина парадайс она сейчас вернулась на youtube снова стала снимать видео после долгого-долгого скажем вам перерыва она мне высылала образцы ниточек я все подобрала по ключу этот дизайн от анкор и здесь очень много три четвертых креста есть нужно в общем то вроде бы полоски белая до черная но все с три четвертого креста надо тоже как бы очень внимательно вышивать может быть немножко шуршу папками вы уж простите а это дизайн от костюм крафт совы в лунном свете с этим дизайном я участвовала в совместном проекте такие разные совы замечательный проект мне очень-очень понравилось принимать участие в в этом совместном проекте нравится как оля ведет нас участников но видите меня сбил ремонт на кухне поэтому я в общем-то выпала из этого процесса совместного к сожалению и как участник я тоже немножко потерялась в нем но вот результат посмотрите какой прекрасный результат за те месяцы участие даже я вот вышивала не много дней в месяц и получилось у меня вышить практически половину как шикарно смотрится и вообще я очень полюбила кастом крафт особенно их наполнением вот наборов шикарная канва здесь нитки классные ниточки дмс но они я уже миллион раз говорила они другого качества какой-то спец заказ я не знаю что здесь очень-очень я довольна наполнением вышивается конечно тяжело я уже плакал изговорила что все синим-синим много одиночек но но того стоит посмотрите вот это дерево этот сук фотография да это прогон как мне говорили девочки это прогон это фотографией получается соответственно как фотография очень красиво вернусь к нему наверно не скоро теперь уже но если только если только оля сделать еще какой-то совместный проект с совами еще с какими-то птицами тогда я опять же с ним буду принимать участие но еще один процесс который тоже ждет меня хочется к нему вернуться такой интересный редкий я люблю все что редко интересно это тоже анкор посмотрим ну здесь кусочек схемы только где вся остальная схема кто его знает надо поискать будет здесь у меня сэмплер с лошадками вот все что вышито все что было вышито вышиваю здесь на основе кашель ли тоже цвайгард очень такой переплет немножко грубоватый деревенский мне очень нравится и вот видно я вышила чулу века а где а он должен держать за поводочек лошадку лошадки пока нет весь сэмплер будет с лошадками лошадок мы любим поэтому сэмплер сэмплеру надо быть здесь ниточки анкор все по ключу все так хорошо организовано органайзеры иголочки припаркованные ниточки си нарезанные прям такой набор хороший у меня получился я его сама собирала сама делала вкусняшка ну я вам показала основные мои начатые процессы как видите они все интересные и и у меня слюнки текут на каждый процесс но я решила остановиться пока только на дном и возможно у меня хватит сил чтобы довести его до конца сейчас я переключусь и вам его покажу вот а выбор мой пал на набор панно ветер это серия подушек у меня полная вся сборка этих наборов четыре дизайна до четыре стихии немножко в таком немножко в греческом стиле вот эти все завитушки интересные узоры я обожаю все это такое греческое мне нравится здесь сам дизайн яркий сочный люблю подушки вот начала тоже в в проекте апрель месяц стартов вышла в серединке буквально там такой маленький кружочек ну на этом все и отложилось лежал-лежал и я решила что но надо хотя бы в год по подушке вышивать иначе я никогда не увижу это собрание подушек поэтому я вот приняла такое решение здесь у нас используется 27 цветов ниточек ниточки вот так на планшетках здесь ох выпала какая-то нитка потом найдем откуда она убежала нарезка здесь не длинная и я беру по две ниточки также используется здесь очень много блендов поэтому сильно не расслабишься есть в общем на чем трудиться схему покажу вот вы видите уже по схеме что у меня результат то уже есть вначале у меня было вышито вот тут в серединке в серединке такая маленькая точечка это было начало год назад сейчас я склеила схему схема здесь как видите огромная гигантская видите размер это половинка только и это плюс я считаю потому что часто кому-то приходится бежать увеличивать схему так как плохо видно склеивать листы еще что-то делать здесь два огромных листа которые я вот склеила по вертикали и по мере отшива я буду ее резать вот она вся схема вот такая она конечно большая но она четкая ясная понятная здесь крупные значки хорошо все подобрано хорошо все сочетается смысле не значков которые можно перепутать между собой есть бэксич но такой ступенчатый он по клеточкам несложный вот вот вы видите что меня уже здесь есть небольшой результат кстати когда-то я уже пробовала вышивать и вот это вот малиновое пятно это было вышито ну давно тоже когда-то пыталась приступала к этому процессу а вот сейчас я уже сколько вышиваю неделю дни 10 не помню я еще пока не вошла в русло вышивальная и нет у меня таких четких записей очень много было работы и непосредственно даже после всего ремонта самой работы поэтому как-то мне немножко все сумбурно пока проходит но будем вливаться будем опять возвращаться в круги рукодельные вот в общем то что у меня получилось вывешить и сейчас я принесу покажу вам готовую работу в минуточку и вот перед вами мой мой процесс я сейчас специально додвину камеру подальше подальше чтобы показать вам как выглядит мой станок он стал вот таким большим все связано с тем что моя рама на на 50 сантиметров она занята бисерным процессом и вначале я начала вышивать эту работу на маленькой рамке 20 сантиметров вы понимаете мне приходилось заворачивать края подгинать это было очень удобно но я вышла какой-то краешек и потом поняла что мне не нравится так вышивать я поискала поискала и в запасах нашла вот такую большую раму на 70 сантиметров как раз мой станок позволяет ставить и такие рамы на 70 сантиметров может быть даже еще и чуть чуть побольше можно было поставить но мне этого хватает это я говорю для девочек которые может быть думают о станках вот этому станку уже пять лет и это наверное самый лучший станок который у меня был у меня был стич smart который сломался в общем-то всякие рамки было у меня много но вот этот станок настольный для меня самый-самый лучший я люблю работать именно за столом мне неудобно сидеть на диване на кровати я люблю вот за столом у меня удобное кресло все все необходимые материалы рядом компьютер чтобы смотреть ваши видео рядом поэтому мне удобно так работать и этот станок позволяет менять рамы от 20 сантиметров до семидесяти все это делается быстро легко удобно очень хорошее дерево залакированное такое качественное нигде не зазубринок ничего ножки мягкие шикарный станок я вообще его обожаю и наверное больше никакой станок покупать не буду у меня были такие мысли приобрести и стич smart еще раз но знаете это вот таскать с одного угла в другой угол куда его убрать все это большое больше не хочу все есть один он собирается становится маленьким плоским что угодно с ним можно делать очень качественный и я думаю что я теперь остановлюсь только только на одном станке я поставила большую раму на тянула основу мне нравится знаете вот такая ровненькая ровненькая натяжка как приятно вот вышивать когда перед тобой полностью все полотно это все аккуратно и очень удобно идет легко процесс я всегда использую маркер для разметки без вот клеточек я не могу к сожалению я сбиваюсь смотрю видео переключаюсь у меня один глаз вышивает другой смотрит видео рука что-то переключает но вы понимаете поэтому для меня обязательно должна быть разметка и у меня вышита нижняя часть круга практически полностью вот здесь будет еще небольшой такой кусочек ну и дальше круг будет расширяться и идти вверх то вот таким образом здесь используется очень много в голубых оттенков голубых и синих и также блендов может быть сейчас это не очень видно но я вам скажу здесь часто меняется ниточка мне тоже казалось что здесь буквально несколько цветов используется и все будет очень просто и нет вот есть переходы шахматка и видите вы здесь такая сеточка я сейчас приближу вот такая сеточка это вот постоянно идут такие переходы от одного цвета к другому от бленда к бленду и это создает конечно очень плавные интересные переходы красивые здесь волны уже есть бэкстич еще конечно не на всех элементах кое-где мне нужно будет его доработать но уже я бэкстич практически выполнила нижней части делаю какие-то элементы и буду перекручивать уже канву я специально вот сегодня нашла время чтобы снять уже все вам показать рассказать что то как и тогда переключу перекручу канву появился первый элемент это кораблик здесь будет мельница по моему ну а дальше будет идти такой интересный персонаж который изображает в общем-то ветер нагоняет ветер вот здесь у меня находится центр этот пятачок я вышивала вот это был у меня старт в апреле месяце стартов все остальное мне конечно предстоит вышить я надеюсь что у меня хватит сил и терпения вышивать только один этот процесс и довести его до ума мне сейчас кажется что для меня самый лучший вариант вышивать вот именно по одной работе один процесс и не переключаться на не разбрасываться на кучу других потому что времени у меня сейчас мало и возможно видео будут выходить пореже раньше у меня они выходили два раза в неделю теперь я надеюсь будут ходить раз в неделю хотя бы так потому что есть и другие жизненные важные моменты нужно решать и немножко на вышивку стало времени чуть чуть поменьше не так как я раньше засиживала с часами и у меня было побольше времени сейчас будет времени поменьше но тем не менее стараюсь быть в кругах рукодельных приятно приятно дотрагиваться до крестиков и вот именно почему я выбрала этот процесс после вышивки моих подсолнухов которые все таки были на равномеркий мелкий каунт и знаете глазки все таки уставали я очень скучала по конве крупная здесь как раз 14 каунт белая основа хорошо видны клеточки яркие ниточки и я вот как за него взялась этот процесс и все меня вот понесло понесло остановиться не могу каждый раз за него сажусь как вот только открыла набор очень довольна очень мне нравится и вообще у панны прекрасные дизайны они не замысловатые нет там сложных каких-то техник 3-4 ниточки для вышивки полукрестом в основном идет крестик есть конечно немножко бэкстича но дизайны очень душевные яркие прекрасно особенно эта серия подушек мне вообще очень очень нам не нравится и причем давно давно и все ждала ждала я этого момента времени ну когда же я смогу приступить ну вот решила что пришло все таки это время нужно вышить в этом году ну хотя бы одну подушку а там уже будет видно может год по подушке и когда-то у меня соберется вся серия этих подушек и я их все вместе оформлю такие у меня мечты ну что это первый отчет по дизайну панны ветер я хочу на этом остановиться пожелать вам хорошего настроения конечно же творческих успехов ну и до новых встреч всем пока пока